Чем занять руки в свободное время? Вариантов множество. Главное начать, уверяет Дмитрий Рубцов. По профессии он краснодеревщик. 18 лет посвящает любимой работе каждую свободную минуту. Работа для меня это вся моя жизнь. Я пытаюсь в своих работах раскрыть красоту древесины для людей, показать, казалось бы, вроде бы невзрачных вещах, торжество природы. Кости, камни, рога животных. Мастер работает со многими материалами, но больше всего любит дерево. Оно живое, в нем есть душа, уверяет Дмитрий. Последняя моя незаконченная работа – это скиф на Перу. Вот он выглядит примерно так. Он требует доводки, шлифовки, но общие черты уже видны, вырисовываются. Другим способом самовыражения могут стать свечи собственного изготовления. Эти изделия давно перешли из статуса осветительных приспособлений в элементы декора интерьера. У нас в магазине пользуется большой популярностью. Их покупают так, как на дни рождения. Вот сейчас покупают и заказывают в подарок учителям. Есть такие. А перед Новым годом вообще будет бум. Приобрести можно, но совсем другое дело – сделать своими руками. Марина Пташник хорошо знает, что кропотливый труд может приносить настоящее удовольствие. Это моя первая свеча, которую я сделала пять лет назад с пчелиного воска, экологически чистая натуральная свеча. Прям первая такая красивая. А долго ты ее делала? Эта форма заливается в форму и застывает она буквально за 12 часов, потом достается и чуть-чуть украшается. Ты ее хранишь, да? Храню, конечно. Это самая ценная свеча для меня. Гелевые, парафиновые, восковые, с травами или кофейными зернами. Разнообразие свечей ограничивается только фантазией автора. Сегодня изготовить их в домашних условиях не составляет никакого труда. Так, для свечи, которая будет гореть один час, необходимо подготовить ващину, отрезать шпагат, подготовить фитиль. Сейчас мы потихонечку скручиваем. Для того, чтобы свеча была ароматной, мы добавим несколько капель масла апельсина. Затем берем кисточку и равномерно распределяем по ващине. Ну все, свеча готова. Давайте попробуем поджечь. Лепить, вырезать, оформлять и доводить до совершенства. Сделанное собственными руками высоко ценится. Ведь так приятно получить в подарок не просто купленное в магазине, а авторское изделие. Ирина Берилюк, Владислав Кравцов, Артем Баранов. Утро нового дня.